Помню, что мы проходим четвертую главу книги Откровения. Книга Откровения у нас одна из тех книг, которые требуют особого глубокого изучения, особо глубокого понимания и приходится напрягать извилины на все 100% для того, чтобы понять хоть что-то. Более того, книга Откровений, она имеет очень много образных выражений, которые раскрываются на протяжении всей Библии. То есть, если человек знает Библию плохо, то лучше ему книгу Откровения пока не изучать, потому что ее будет ему не понять просто-напросто. Либо можно начинать изучать всю Библию с книги Откровения, это тоже хороший подход, потому что ты будешь переходить в одну книгу, в другую, в третью и так далее. В прошлый раз мы сделали обзорное чтение, не давали никаких толкований никаким образом, ну, за редким исключением, да? Сегодня я хочу предложить более глубокую работу, это было наше такое домашнее задание, если кто-нибудь что-нибудь сделал, попробовать копнуть поглубже. То есть, мы опять читаем стих за стихом, но, в отличие от прошлого раза, каждый образ, который мы встречаем, мы будем пытаться его разобрать. И вот насколько далеко мы сегодня пройдем, настолько и пройдем. То, что не успеем, останется у нас на следующее занятие. Хорошо? Хорошо. Давайте мы возвращаемся к книге Откровения, четвертая глава. Из первого стиха. Ольга, если можно, прочитайте. После всего я выглянул, и вот дверь отверстка на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего. Замечательно. Мы в прошлый раз на этом стихе немножечко останавливались, и мы разбирали о том, что дверь ведет на небо, то есть, события, которые будут показаны Иоанну, то есть, я, к кому относится Иоанн, да? То есть, события будут показаны, происходящие на небе. Какой голос говорит, мы тоже разбирали в прошлый раз. Прежний голос, голос, который уже слышал Иоанн, и мы из первой главы знаем, что это голос ангела Иисуса Христа. Что показывает ангела Иисуса Христа? Чему надлежит быть после всего? Из первого стиха мы знаем, да? То есть, Иисус Христос дает Иоанну откровение, показывает события на небе, которые должны произойти после того момента, то есть, где-то в будущем. Второй стих мы читаем. Тоже я? Да. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Замечательно. Мы уже тоже в прошлый раз кратенько так остановились вот на том, что Иоанн, он был тотчас в духе, тотчас оказался в духе, да? То есть, видение, которое оно происходит, оно духовное. Навряд ли Иоанн своим телом из этого острова Патмос, да, где он находился в это время, вдруг улетел на какое-то физическое небо. Это духовное видение, Иоанн оказался в духе, и он оказался сквозь вот эту дверь, которая была отверстка на небе, да, скорее всего. Он увидел те события, которые происходят там. Это небесные духовные события, и мы не должны воспринимать духовные события и образы, которыми описываются духовные события, абсолютно буквально. Почему? Потому что какой бы ни было наш буквальный образ, бы мы не подбирали, он все равно будет отражать лишь частичку правды. Духовные события, они невидимы для обычного глаза. Но тем не менее, определенные свойства, которые использует Иоанн, подбирая образные выражения для описания духовных событий, эти свойства, они имеют общее с теми духовными событиями, которые там происходят. И вот один из первых образов, который использует Иоанн во втором стихе. И вот престол стоял на небе. То есть, что такое престол, если мы внимательно посмотрим. Мы не будем останавливаться на простых образных выражениях подробно, но если кто-то захочет, он может посмотреть исход. Одиннадцатая глава, пятый стих. Первый царств, вторая глава, восьмой стих. Второй парольпоминон и так далее. Очень много ссылок про престол. Престол – это символ царствия. То есть, фактически, трон. Да, то, что у нас и цари наши земные не использовали и так далее. То есть, это же символ царствия. Хорошо, престол стоял где? На небе. То есть, события происходят на небе. И на престоле был сидящий. На прошлом уроке мы вот на этом образе сидящего остановились. И мы разобрали, кто это такой. Потому что эта же глава дает толчное, совершенно толкование, кто это. И что это у нас Господь, Бог Вседержитель. Четвертая глава, с восьмого по одиннадцатый стих. Если мы прочитаем, то мы увидим, что сидящий относится к Господу, Богу Вседержителю. Очень интересный момент по поводу того, Иисус Христос – это или нет сидящий? Или это Бог Отец? Сейчас, немножечко дальше, мы узнаем о том, кто это и что это. И как они сидят на престоле. Третий стих. Иси, сидящий, видом был подобен камню Яскусу и Сарпису. И радуга вокруг престола, видом подобная Смарандю. Ага, замечательно. Итак, у нас здесь встречаются, опять же, три образа камней. Да, различные камни Яскис, или современным языком выражаясь, это Яшма, да? Знаете, как Яшма выглядит? Сардис, или Сердолик, это один и тот же камень. И Смаранд, это старое название Изумруда. Вот. То есть, радуга, которая вокруг престола, видом подобная Изумруду, сидящий, видом подобен камню Яскусу и Сарпису, все это у нас камни, драгоценные камни. Если мы откроем, давайте мы возьмем параллельную ссылку, нашу первую, откроем книгу «Откровение», 21 главу. Немножечко забежим как вперед, потому что у нас там используются те же самые камни. И 21 главу мы прочитаем с 19 и 20 стих, если можно, Люда. Продолжение следует... То есть, здесь идет перечисление 12 оснований города, города этого Иерусалима, да? Если еще взять, например, параллельную ссылку Исход, 28 глава, то есть, здесь, 19 стих мы видим, основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, и потом идет перечисление. То есть, отсюда мы знаем, что все эти камни, и Яскус, и Сердолик, и Смараг, то есть, это драгоценные камни, они были драгоценные уже в то время. Исход, 28 глава, 39 глава, говорят нам о том, что подбирались тоже 12 драгоценных камней для... Да, то есть, для служения, там, для перстня подбирались, то есть, вот эти вот 12 камней. И каждый из камней символизировал одно из колен Израилевых. Вот, то есть, здесь мы тоже видим, что 12 камней, они символизируют, ну, не просто так, как бы, да, то есть, 12 камней, 12 ворот и так далее. То есть, здесь явно идет какая-то аналогия с Израилевыми коленами, 12 апостолами и так далее. То есть, мы разбирать, когда будем, 21 главу, мы ее узнаем, что, почему здесь число 12, это сейчас нам важно, только что это драгоценные камни. Драгоценные камни, они символизируют символ чего-то долговечного, чего-то ценного, понимаете, да, то есть, настоящих ценностей. Если помните, Павел в послании 1 Коринфянам, 13 глава, он говорит, ой, 3 глава, он говорит о том, что каждый смотри, кто из чего строит, да, кто там строит. Это из сена, из соломы, а кто-то там из золота, из камней драгоценных. И что-то устоит в день, в Божий день, да, день испытаний, а что-то не устоит в этом огне. То есть, это яспис, сардис и так далее, это то, что устоит, это то, что драгоценное, то, что настоящее. То есть, вот такой вот образ берет, как бы, Иоанн для того, чтобы описать сияние сидящего и вот этой вот радуги. Хорошо, не будем на этом долго зацикливаться. Идем дальше. Четвертый стих. Елена, прочитаешь? Итак, мы видим картинку. То есть, у нас есть престол, давайте я так вот, всем видно. То есть, картинку. Вот у нас есть престол, вокруг него еще 24 престола. Я уж не буду там все 24 престола и так далее. На каждом из них выседает ставец. У него венок на голове, да? Не буду я его как ним присовать, как венок. У меня было непонятных ассоциаций. И мы уже понимаем, что престол этих 24 старцев, он символизирует определенную царственную принадлежность этих 24 старцев. То есть, они тоже какие-то цари. Они сидят на престоле. И они обладают венком. Вот этим вот венцом, который у них на головах. И более того, у них есть еще одно, еще один интересный момент. Они все облечены в белые одежды. То есть, у нас здесь встречаются несколько новых образов. Первый образ. Это 24 старца. Кто они такие? То есть, нам вот это вот интересно знать. Второй образ. Они облечены в белые одежды. И третий образ на головах своих золотых венцов. Кто изучал, кто проходил, и кто может нам поделиться с ссылками на какой-либо из этих образов, из этого стиха. То есть, старцы и старейшины, Елена спрашивает, можно ли их использовать как синоним или нет. Ну, я думаю, что старейшину, да, можно исполнить. Ну, да. Старость. Во второзаконии, это все казачья-старейшины, наблюдаются за исполнением закона. Они участвуют в судопроизводстве. Вот в второзаконии 25-7. Они находятся при царях и являются представителями народа. Это во второй царстве, пятый и третий царстве. Старейшина еще как с обещателем не образ. То есть, сейчас мы рассматриваем в Ветхом Завете, в каком случае употреблялась Старейшина. То есть, Старейшина это был тот, который обладает мудростью, скажем так. То есть, если мы его так вот совокупно возьмем, то обладает мудростью. В Новом Завете, кто себя называет Старцем? Помните вы где-нибудь, откуда-нибудь из какой-нибудь книги? Это в Елене, в Англии, выбирали достойных вопросов. Выбирали достойных вопросов. А вот конкретный, прям четкий образ. Что говоришь, Люда? Апостол. Апостол, это думаешь, да, старцы? Окей, хорошо, может быть. Вы помните, как Иоанн пишет свои соборные послания? Как он себя там называет? Не помните? Старцем и называет. Старцем и называет, да. То есть... Это Китин? Это вроде Божьей. Да. Он госпожи пишет? Он пишет, да, госпожи, госпожа, кто такая, да. То есть, мы понимаем, к кому он обращается. Обращается он к церкви, да, как госпожа себя. При этом он называет как старец. Старец, то есть старец и в Ветхом, и в Новом Завете, это человек, который достиг определенного уровня духовного развития. То есть, это человек, который обладает Божьей мудростью. Человек, которого Бог уже достаточно поднял. Кто дал престол? Все вот эти вот 24 престола на небе. Кто дал? Бог дал, да. То есть, Бог дает эту возможность. И мы знаем, что многократно в Библии, в Новом Завете, оговорится о том, что Бог соделал нас через Иисуса Христа царственным священством. То есть, мы священники и цари. Почему священники? Почему старцы одеты в белые одежды? Что символизирует белые одежды? Давайте вот мы вот этот вот момент разберем. Святость. Святость, да? Замечательно. Давайте мы возьмем ссылочку, третью главу Откровения. Вот мы уже ее проходили, да? И третья глава. Четвертый, пятый стихи. Я прочитаю. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои и будут ходить со мною, говорит Иисус Христос, в белых одеждах, ибо они достойны. Убеждающий обличется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имени его перед отцом и ангелами его. То есть, одежды эти можно осквернить. И одежды эти могут быть белыми. Давайте еще возьмем параллельную ссылку. Откровение, девятнадцатая глава. Девятнадцатая глава, восьмой стих мы прочитаем. Я тоже быстро прочитаю. Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнеца, и жена его приготовила себя. Мы понимаем, да? Агнец Иисус Христос, жена церковь. Когда мы будем проходить эту главу, мы это подробно разберем. Восьмой стих. И дано было ей облечься весом чистый и светлый. Весом же есть праведность святых, да? То есть, вот эти вот белые одеяния, в которые одеться смогла церковь в момент бракосочетания, это и есть праведность святых. Откровение, пятнадцатая глава. Дает тоже одно интересное момент касательно одежды. Пятнадцатая глава, шестой стих. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь яз, отвлеченные в чистую и светлую льняную одежду, опоясанные по прессам золотыми поясами. Одеяние ангелов. Чистая белая одежда, причем льняная, то есть, то, что касается ангелов, если мы посмотрим на протяжении Ветхого Завета, Нового Завета, то есть, они всегда одеты в белую одежду, в льняную, да? То есть, это... Или ефот, например. Ефот – это для служения, то есть, символ священства. Старцы, которые сидят вокруг трона, одеты в белую одежду. Они цари, они священники, и они уже имеют праведность. Понимаете, да? Вообще говоря, вот на этом образе одежд, я бы хотел чуть-чуть подольше задержаться. Так, давайте я возьму сейчас шестнадцатую главу еще, мы посмотрим. Шестнадцатая глава. У нас пятнадцатый стих, я записал ссылку, какая-то интересная. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его». Что здесь символизирует одежда? Вот в этом стихе. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его». То же самое. Чистая, а не нечестью славы. Одежда – это сохранение праведности. Чистая, белая одежда – это праведность. Когда на тебе есть одежда, не видно твоей наготы, не видно твоей срамоты. Почему я на образе одежды немножечко так сделал паузу? Потому что параллельно с образом одежды существует еще образ наготы. Что такое нагота? Как вы думаете? А Господь и в одежде нас видит, в принципе, такими, какие мы есть. Да, если мы без белой этой одежды, поэтому вот эту белую одежду, которую он нам дает, надо ходить. То есть одежда, она закрывает нашу срамоту, нашу греховность. Одежда – символ греховности. И очень важно понимать, ну, многократно, опять же, если вы возьмете и сделаете поиск по Новому Завету, то есть когда Павел использует символ наготы, да, говорит, чтобы вам и одеты меня оказаться ногами, там, смотрите, да, будучи люди и так далее. Нагота – это грех. Одежда, этот грех закрывает белая одежда, это еще не просто закрытие греха, это еще и праведность. Символ одежды и наготы, он идет вплоть с Адама и Евы. Да, то есть почему я на этом остановился, потому что для того, чтобы понимать, о чем говорит книга, например, «Бытие», нам нужно понимать, что символизирует одежда. Существует, например, в христианстве такое мнение, что когда-то существовали люди, которые были абсолютно безгрешны. Действительно, Библия говорит о том, что они были безгрешны, но творили ли они при этом праведность? Нет. Написано, что они были ноги, но не стыдились, то есть люди просто, они не знали совершенно о том, что они ноги. Вот, поэтому, такие вот, когда мы разбираем образные выражения, они дадут нам возможность понять, ну, смысл параллельных еще мест. Итак, старцы белую одежду получили, получили ее от Бога. Еще одна интересная ссылка про одежду, давайте, вот, Откровение, седьмая глава, с девятого стиха, сейчас я прочитаю быстренько. Давайте я с тринадцатого лучше. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убилили одежды свои кровью агнца. О чем говорят нам эти стихи? Каким образом человек может получить вот эту вот белую одежду праведность святых? Как мы убиляем эти одежды? Кровью агнца. То есть это не какие-то самоправедные цари, да, те, которые получили своей собственной праведностью эти белые одежды. Нет. Они пришли от великой скорби, была скорбь, был грех и так далее. Но они омыли одежды свои и убилили кровью агнца. То есть они приняли вот этот вот завет в крови Иисуса Христа. Понимаете? То есть это не своя какая-то праведность. Это не какие-то праведные люди. Понимаете? Они праведность эту получили благодаря жертве Иисуса Христа. Хорошо. Тогда мы возвращаемся в четвертую главу и идем дальше. Кстати, как вы думаете, было ли всего 24 вот этих вот старцев или какое-то другое количество? Никто не заглядывал чуть-чуть подальше? Нет, нет, нет. Здесь есть такое, что сонны и старцы, и аквилов, наверное, будет. Да, да, да. Если я посадевала мое сознание, думаю, и думаю, вот, а там еще и когда-то стало очень много, потерялась. Я не могу найти правду. По-моему, я тоже точно... А, вот, все. Пятая глава, одиннадцатый стих. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец заклонный принять силу и богатство, премудрость, крепость и честь, славу и благословение. То есть, 24 старца, определенно они что-то символизируют, да, почему их именно 24, но этих старцев тьмы тем и тысячи тысяч. Как вы думаете, вот взяв вот эти вот все образы старца, то есть у него есть... А, венец мы разобрали, венец символизирует славу, да, славу и... Да, и честь, честь славу, да, венец славы, как бы, престол символ царства власти, белая одежда символ священства. То есть мы понимаем, что эти люди, которые получили все эти белые одежды, это христиане. Почему христиане? Потому что уберили свои одежды кровью агнца. Это не евреи, например, это не Израиль, там, или еще что-то такое. Хорошо, христиане. Можем ли мы находиться в их числе? Вот этот вот вопрос. А можно, значит, нам дают какое-то основание Духа, то, что мы в асхылке находили, уделяется кровь, да? Да, то, что белая одежда... А это в асхылке не такое основание, что это не евреи? Да, вот почему не христиане? Почему христиане, почему не евреи? Почему христиане не евреи, да. Хорошо, давайте вернемся. Книга Откровения, седьмая глава. Но евреи же тоже могут быть христиане? Могут, да, конечно. Я имею в виду, что не... А, не иудеи. Не иудеи, да. Смотрите, еще раз я читаю 13 стих. Начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Говорится как раз об этих, которые в белых одеждах, их когда уже много там, да? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью, агнется. Это люди, которые приняли Новый Завет. Помните, когда Иисус Христос дал ученикам чашу и сказал, пейте из нее, ибо это и есть Новый Завет в Моей крае? Понимаете, да? Я думаю, что эти события, они же после всего, о церкви здесь не говорится. И это, если брать в контексте последние седмины, то это только чисто для Иисуса Христоса. Мне кажется, вот это вот те, которые... это вот те братья, которые пополняют число убеденных. Так, хорошо. Кто получает праведность благодаря крови Агнеца? Ну, верующие в Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа. Но все иудеи тоже... Иудеи верующие в Иисуса Христа или нет? Есть, да, они святые. Они святые, помните, когда дракон... Они не верят в их рождение? Он следовал жену, он же на небесах, а потом... Не-не-не-не, я говорю, вот сейчас вот у нас есть иудеи, и у нас есть 12 колен израилевых и так далее. То, что вот мы знаем про Ветхий Завет, да? То есть мы сейчас не берем толковать другие книги Откровения, потому что нам нужно еще до них дойти. В Ветхом Завете кто-нибудь заключился Иисусом Христом в Завет? Нет, конкретно с ним нет. Нет. Кто-нибудь получил праведность благодаря крови Иисуса Христа? Нет. Никто. Они праведность получили, они только соблюдали, они сохраняют запад. Да. И имеют Слово Его, и свидетельство о Его. Да. Праведность благодаря крови Иисуса Христа получают только христиане. Все понятно. То есть те люди, которые заключили Новый Завет. Понимаете, да? Подождите, Вадим, дайте я запишу. Значит, 24 сказки это не Иудеи, не Израилы. Это не Израиль. Это не мусульмане. Это не буддисты. Это те люди, которые получили праведность благодаря тому, что заключили завет в крови Иисуса Христа. То есть Христос за них заплатил. Он им дал белые одежды. Это не заработанные белые одежды. Это не заработанное царство. Это не заработанная слава. И это не заработанная праведность. Все вот эти три образа одежды, свинцов, престолов, это все они получили, грубо говоря, на шару. То есть не своими трудами. Подарок. Подождите, что-то не стыкнулось. Но ведь я почему-то думала, что именно от великой скорби, которые не попали в освященную церкви, а вот претерпевали события в чате, труб, чаш, именно в эти 7 лет. В течение 7 лет. Подождите чуть-чуть, мы доберемся до тех глав. То есть почему была скорбь? За что они были гонимы? То есть за что они пострадали и были убиены, да? Там говорится за свидетельство Иисуса Христа. Разве евреи свидетельствуют Иисуса Христа? Ну, те евреи, которые приняли Иисуса Христа, я имею в виду, что это как бы уже христиане. Да, то есть это церковь. Вот эти вот все старцы, все вот эти вот люди в белых одеждах, это верующие люди, христиане. Они возносят царство. Пальмовая ветвь, мы разберемся сейчас, чуть-чуть попозже этот образ. Потому что он у нас перекликается с образом животных. Вы помните пальмовые ветви, для чего использовали? Например, когда Иисус Христос ходил в Иерусалим, да? Пальмовая ветвь – это символ воздаяния славы. То есть используют пальмовую ветвь для того, чтобы славу воздать. То есть, понимаете, да? Давайте мы не будем забегать вперед в книгу Откровений. Мы можем забегать назад, например, в другие книги, которые мы так уже знаем. Потому что если мы будем… В чем вообще дело? Когда мы изучаем книги, у каждого из нас есть в голове определенная картинка каких-то событий, которые мы себе выстроили на основании наших изучений каких-то. Либо на основании изучения других, скажем, авторов-толкователей и так далее. Я предлагаю, как можно стараться глубже смотреть внутрь книги, внутрь того, что мы изучаем, и давать конкретные какие-то ссылки, вместо того, чтобы пытаться что-то объяснить и что-то толковать, исходя из каких-то своих предыдущих знаний. Почему? Потому что это нам дает возможность открыть глаза на какие-то новые вещи, которые могут нам открыться. То есть, например, когда мы видим образ белых одежд, то есть, да, мы там можем где-то что-то про одежды какие-то знать, там свои эти, что это просто буквально нужно понять, что они были одеты так белым. Но если мы посмотрим ссылки, то мы видим, белые одежды убеляются кровью Иисуса Христа, белые одежды одеты ангелы, это символ священства белой одежды, эфоды, все льняные одежды, то есть, священники в них одевались. Точно так же престолы, да, то есть, цари на них сидели, да, значит, это символ царства, символ священства. Вы помните, сколько раз в Новом Завете вот эти вот слова царства и священства употребляются по отношению к христианам? И они ни разу не употребляются по отношению к евреям, к иудеям. Иисус Христос, написано, сделал нас царственным священством. Никто-то другой. Это не мы сами заработали эту должность, эту роль или еще что-то такое. Окей. То есть, на ваш вопрос, можем ли мы быть среди этих... Да, можем ли мы быть? Однозначно да. Однозначно да. Почему? Потому что мы и есть это царственное священство. Давайте мы найдем ссылку, которая нам это подтвердит. То есть, кто такие царственное священство, которое будет иметь доступ вот туда, вот, прямо вот к Богу, понимаете? Буквально первая глава Откровения. Да, совершенно верно. Сейчас у меня тут ссылочка светела. Пятый, шестой стих говорит о том, что мы верующим. Христиане, заключившие завет. Иисус Христос омыл нас в своей крови и поставил нас царями и священниками Богу. Понимаете, да? Сейчас вот, когда мы видим вот эту вот картинку, мы рисуем, мы видим престол, на котором Бог сидит, да? Мы видим другие престолы, 12 там. Цари, священники. Это церковь, это мы. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. А 24 почему конкретно? Почему 24? Потому что, если она была понятна, 12. Да, да. Почему 24? Я сам не нашел ответ на этот вопрос. То есть, мне как бы... Это может быть либо что-то связанное с числом 12, дальше два раза по 12. Либо это может быть еще что-то. Почему 24? 24 очень мало используется где в Библии. Практически нет ни одного случая, который бы использовал число 24 в каком-то образном смысле. То есть, я просто не нашел. Если у вас есть какие-то соображения на этот счет, то поделитесь. Я не нашел. Я не знаю, если было 12, это как бы на 12 колен Израилевых. Ну да, можно там 12 колен Израилевых. Но там же явно, что не колено Израилевых. Да. Ну хорошо, у нас есть 12 апостолов, у нас есть 12 колен Израилевых. Да, вполне возможно, что это 12 колен Израилевых, которые приняли Иисуса Христа. То есть, мы знаем, что есть 144 тысячи именно потомственных, скажем так, евреев, которые примут Иисуса Христа. Но они здесь во времени никак не пришли. Да. И 12, может быть, есть тех, которые получили через апостолов, да, то есть, от апостолов пошли. То есть, может быть, может быть, вот эти вот 12 плюс 12. Нет и однозначно. Да. Ну то есть, мы здесь можем как бы на эту тему порассуждать. У нас нет четкого ответа, который дает Библия. Мы можем поэтому подумать на эту тему и так далее. Но не факт, что это будет решение наше правильное. Поскольку мы встречаемся для того, чтобы изучать Библию, не изучать мнения там свои там и так далее. То есть, мы этот вопрос отложим, как тот, который мы сейчас не можем разобрать конкретно. Вы вполне разобрать конкретно, когда вам показали, что это действительно не Израиль, и что это церковь. То есть, для концепции того достаточно, кроме 24 вот этого вот именно числа. Это церковь, это люди, которые приняли заветы Иисуса Христа. Они могут быть и евреями до этого. То есть, когда-то они там были там... Не суть. Не суть. Главное то, что они вот в тот момент, когда они сидят на этих тронах, они получили праведность Иисуса Христа, омыв себя Его кровью. То есть, они заключили с Иисусом Христом завет, они Его приняли. Это уже все. Это уже для нас не иудеи. Это уже для нас христианин. У меня еще один вопрос. Поскольку мы в седьмую главу уже забежали. Вот именно с этими пальмовыми ветками. Обычно, вот пророчества, они сначала вот на небесах видения, а потом они отражаются на земле. Потом. А здесь получается, что Он видел это видение в церкви, и видение по порядку после печати этих, перед седьмой почерпом. А ведь я вот понимаю, что церкви уже нет на земле. Это получается. И понимаю, что видение оно... Я никогда не встречала, чтобы видение давали задним числом. Давайте мы чуть-чуть попозже. Мы дойдем когда до седьмой главы, мы это разберем более подробно. В целом, пальмовая ветвь, она символизирует очень просто воздаяние славы. Это то, чем воздают славу. Вот то, что такое пальмовый ветвь. Мы сейчас это узнаем, кстати говоря, разбирая образ животных. То есть у нас есть еще немножечко времени. Давайте мы попробуем взяться за сложный образ. Это очень сложный образ за четырех животных. И мы немножечко поймем, о чем речь. Итак, четвертый стих мы разобрали. Дальше, пятый стих. И от престола исходили молнии, громы и гласы. И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов божьих. Мы уже разбирали на прошлом занятии вот эти семь светильников, семь духов, семь ангелов, семь церквей. Четыре животных. Четыре образа у животных. Лев, телец, человеческое лицо, да, и животное подобное орло летящему. Крылья есть, шесть крыл вокруг. Внутри исполнены очей. И занимаются они тем, что ни днем, ни ночью не имеют покоя. Взывая свят, 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 Господь Бог, Сидержитель, Который был, есть и грядет. То есть, занимаются тем, что приносят славу Господу. На протяжении всей книги Откровения это единственное, чем они занимаются. То есть, они приносят, воздают Богу славу. Для того, чтобы понять нам, что это за животные вообще, что они символизируют и как, нам нужно будет взять параллельные две большие ссылки. А именно, сначала мы пойдем в книгу Иезекииль, первая глава. И посмотрим, что она говорит нам, есть ли там похожие животные, они это или не они. Итак, Иезекииль, первая глава. Да, вот я знаю, что Елена, она уже делала изучение, она нашла эти ссылки. Сейчас мы быстренько так прочитаем эту главу, для того, чтобы... Я просто буду задавать по ходу вопросы некоторые. И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавария. Отверзли с небеса, и я видел видения Божьи. То есть, видит Иезекииль, Божьи видения, которые с небес. В пятый день месяца было слово Господника, Иезекиилю, сыну Вузе, священнику в земле Халдейской при реке Хавария. И была на нем там рука Господня. И видел я, вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него. Вот это вот слово сияние, держим в голове пока что. Из середины его как бы свет пламени, из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому во время шествия своего. Они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лиц их. Лице человека и лице льва с правой стороны у всех четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех, и лице орла у всех четырех. И лица их, и крылья сверху были разделены, но у каждого было два крыла. Соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждая в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли во время шествия своего. И не оборачивались. Давайте вот мы здесь остановимся. Я хотел, конечно, бы нарисовать. Ну, раз на видео, то будет на видео. Как это можно нарисовать? Да, как это можно нарисовать? Конечно же, любая картинка, которую мы дадим, она будет не соответствовать действительности, потому что видение духовное. Плюс мы видим... О, все, видим. Все, отлично. Александра. Александра только не видно. Хорошо, давайте мы попробуем нарисовать то, что видит Езекииль. Мы видим, что у этих четырех животных в книге Откровений и в книге Езекииль очень много общего. Но в то же время есть определенные различия. То есть, книга Езекииль и книга Откровений не дают дословно, чтобы один в один описывались эти образы, эти животные. В одном случае мы видим, что крыльев шесть, в другом видим, что крыльев четыре. В одном случае каждое животное подобно какому-то одному из животных, орел, телец, человек и так далее, лев, да? В другом случае говорится о том, что эти лица есть у каждого из животных. Каждое из животных обладает четырьмя лицами и используются те же самые образы. Мы видим, что и там, и там они исполнены очей, да, внутри. То есть, часть какая-то совпадает, часть какая-то не совпадает. Мы должны понимать одну вот эту вот очень важную вещь. В тот момент, когда пророк Езекииль, либо Иоанн описывает какое-либо духовное событие, он не видит этого вот такими буквальными глазами, да? То есть, он видит нечто, что происходит невидимое, и пытается подобрать под это видимые образы, те, которые можно описать словами. Я считаю, что иметь при этом какое-то расхождение такое вот, ну, это как бы вполне нормально в том случае, если не искажается смысл полностью. Но не то, что не искажается, если он просто-напросто не совпадает друг с другом. Мы знаем, что используется образ зверей и образ льва, например, человека и орла еще в одном месте, например. Это книга Даниил, 7 глава, где описываются различные звери. Написано, там был лев, у него были крылья орла, там и так далее. Однако, то, что во всяком случае я нашел, то, что образы, использующиеся в Данииле, и вот эти вот названия зверей, да, они о другом совершенно. То есть, их никак нельзя привязать, то есть, там тоже используется слово лев, тоже используется слово орел, но они используются совершенно в другом контексте, и даже называются это звери, а не животные. Между ними очень мало общего. За исключением того, что вообще используется, например, образ орла на протяжении всей Библии, это как символ скорости, символ чего-то быстрого. Образ льва используется как символ силы, чего-то такого вот сильного. Телец – это тук, это жирный, это богатый, это что-то вот такое вот дорогое, да. В книге Даниила, седьмой главе, человек, то есть, было написано, что дано было ему сердце человеческое, да, то есть, это был символ смирения, смирения Новохудоносора перед Богом, то, что произошло как бы в дальнейшем. То, что в книге Иезекииль, оно немножечко различается с тем, что в книге Даниил, но у него есть очень много общего с тем, что видит Иоанн в книге Откровений. Поэтому мы попробуем вот эти вот параллели налаживать между книгой Откровений и книгой Иезекииль. Не будем брать Даниила в данном конкретном толковании. То есть, если вы считаете, что это неправильно, то вы можете подумать еще на эту тему, посмотреть, может быть, действительно, ошибаемся. Вадим, понимаешь, я здесь вот посмотрел, что он говорит, я обратился, чтобы увидеть, то есть, я вот здесь вот уверен, что он видел, а не вымышлял вас. Я вот так. Ну, это духовное видение, да? Политатр, так веру, да. Да. То есть, он видит. Там есть и тот, как он. Да. Это духовное видение. Духовными глазами он видит. Не плотскими глазами. Это не такое видение, как действительно там все вот эти вот летающие животные там и так далее. То есть, то, что описывается, мы потом разберем, что это такое вообще. Окей, давайте мы попробуем записать некоторые характеристики того, что видит Иезекиль. Итак, он видит какие-то четыре животные, которые по виду, как человек. У них есть руки человеческие и так далее. то есть, мы так вот видим там. Четыре животных. У каждого из них четыре лица. то есть, лицо, как бы так нарисовать, орла, лицо льва, ну, у меня не получается, к сожалению, конечно, нарисовать так. Лицо быка и там лицо человека. То есть, четыре лица в каждую сторону. И так у каждого, у каждого из животных. У них также есть крылья. Да, это по четыре крыла. При этом крылья соприкасаются друг с другом. Это, кстати, важный момент. Я вот так вот нарисую крылья. То есть, у них вот к середине крылья, сюда крылья, за крылья, и так далее. Крылья, крылья. И два крыла закрывают их тело. Два крыла закрывают тело. Ну, как смог, нарисовал. Внутри тела исполнены очей. Что символизируют очи? В Библии есть два места, которые говорят касательно очей. То есть, в образном виде. Понятно, что очень много используется слово очи в простом смысле. То есть, в смысле того, что нужно видеть, что нужно понимать что-то и так далее. Есть также, например, книга Захария, третья глава, восьмой-деватой стихи. Сейчас я быстренько прочитаю. Книга Захария, третья глава. Третья глава, восьмой-девятый стих. Выслушай же Иисус, говорит Иисус, у которой Иерей, да. Третья глава, восьмой-девятый стих я читаю. Выслушай же Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои сидящие перед тобой, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль, «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день». В какой день изгладился грех земли? Вы знаете, в какой день это произошло? Отвечу вас. На этом одном камне семь очей. Да. Речь идет об отрасле, о рабе Божьем настоящем, о камне, да. На этом камне семь очей. И с помощью этого камня изглаживается грех земли в один день. Вот. Мы понимаем, да, что Иисуса распяли в этот день и сгладился грех земли. То есть, этот камень, это Иисус, да, он и есть отрасль в данном конкретном. Он и есть камень, да, камень мы знаем, что несколько раз образ используется, камень, который отвергли строители, да, который делался главой угла. И вот смотрите, на этом камне семь очей. Пока держите просто вот это вот в голове эти семь очей. И сейчас мы заглянем в книгу Откровения пятую главу. Пятую главу. Да, и давайте прочитает Елена шестой стих пятой главы. Сейчас я перелисту. Вот, насколько я помню, там адрес, какой стих? Шестой стих пятой главы. И я взглянула, и вот посреди престола четырех животных и посреди старца стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые устут семь трубов Божьих, посланных во всю землю. Вот, и вот не станет к одному. Вот, то есть Агнец, тот же самый Агнец, семь рогов, семь очей, он закланный, потому что в этот день искупился грех земли, и мы видим, что семь рогов и семь очей символизируют семь духов Божьих, которые посланы во всю землю. То есть в тот момент, когда животное вот это, оно исполнено все очей спереди, сзади, со всех сторон, это означает, что оно полно духов разных, оно со всех сторон, то есть это какая-то, это духовный объект, он состоит из множества-множества разных духов, понимаете? В разные стороны все эти духи смотрят, то есть перед ними открыто все, они не спят, эти духи, они днем и ночью вызывают свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф, понимаете? То есть, вот эти четыре животных, это духовные существа из множества духов, которые воздают Богу славу день и ночь. Хорошо. Что еще? Дальше мы читаем из книги Иезекииля. Так. Секундочку я потерял. Так, возвращаемся Иезекииль, первая глава. Эти четыре животных, они перемещаются, причем, смотрите, как они перемещаются в видении Иезекииля. Каждый идет в ту сторону, которая перед лицом его, при этом они все соприкасаются друг с другом и идут они туда, куда дух хочет идти и во время шествия своего не оборачиваться. То есть, вся вот эта конструкция, она не поворачивается, эти сами животные не поворачиваются, они вот так вот и ходят, каждый в какую-то сторону. Понимаете, да? Трудно представить. Просто здесь есть раскрытие числа четыре. Почему этих животных четыре? Они перемещаются на север, на юг, на запад, на восток. Они вот это, вот эта вся конструкция идет то в одну, то в другую сторону. При этом, почему, например, Иоанн, он видит только по одному лицу у каждого. То есть, вполне возможно, что вот у каждого из животных, например, лицо орла повернуто там, скажем, в одну сторону, лицо льва в другую. Если посмотреть вокруг на каждого из животных, то действительно у него там один орел, другой бык, третий там человек будет, этот лев там. Ну, то есть, возможно, возможно. Но суть в том, что число 4, оно символизирует четыре стороны света и то, что вот они перемещают по всей земле, то есть, куда хочешь, то есть, вот это вот покрытие, как бы, на всех четырех сторон. Многократно используется, что четыре духа, например, там со всех краев земли там приходит, или еще что-то. То есть, число 4, это вот такой вот символ пространства, знаете, всего покрытия, покрытия всего пространства. Вот. То есть, каждый из этих животных, и куда они идут? Они идут туда, куда дух хочет идти. Что за дух, мы пока не знаем, сейчас мы прочитаем его чуть дальше. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, то есть, вот здесь вот, где-то между ними, там огни, там всякие, да, описывается. И сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались, туда, сюда, как сверкает молния, то есть, такой скоростью, как бы, Бог перемещается, животные эти пока перемещаются во всех этих четырех направлениях. И вот сейчас еще один интересный момент, 15 стих. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу пред четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, то есть, четыре одинаковых колеса у каждого из животных. И по их устроению, их казалось, будто колесо находилось в колесе, то есть, им нужно как-то перемещаться. И вот у них такое интересное колесо, которое находится, скажем так, в колесе, то есть, они могут перемещаться влево, вправо, налево, назад, то есть, понимаете, да? То есть, вот колесо, для того, чтобы перемещаться так, колесо я вот так вот пытаюсь нарисовать. Понимаете? Как шарик на мышке. Да, как шарик на мышке. То есть, вот они вот так вот туда, сюда, вот на этих вот колесах. Колеса очень, очень важный образ, потому что, он дает нам одно название всей этой конструкции, которая вот находится на четырех этих колесах, они перемещаются. Давайте мы прочитаем чуть-чуть дальше. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивают. А ободья их, ободья колес, да, высоки и страшны были они, ободья их. У всех четырех вокруг были полны глаз, то есть, то, что их перемещает, это тоже духовные какие-то эти, исполненные очевидные. И когда шли животные, шли и колеса подли них. Когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. То есть, вся эта конструкция, она передвигается одновременно. Колеса, животные, все они друг с другом соприкасаются крыльями, они не каждый сам по себе. И двигаются они туда, куда хочет дух. 20 стих. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. То есть, колеса не сами по себе, колеса дух животных. Куда животные хотели идти, ими тоже дух управлял. Когда шли и те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. И дух животных был в колесах. Над головами же животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами То есть вот над головами, я вот здесь пытаюсь, конечно, рисовать, но не знаю Понимаете? То есть вот это вот как трехмерная такая вот у нас картинка Попробуйте себе представить То есть над головами находится какой-то кристалл То есть вот этот кристалл, он едет на вот этих четырех животных, как четыре животных на колеса Под сводом вот этим, под этим сводом, который похож на кристалл Простирались крылья прямо одно к другому И у каждого были два крыла, которые покрывали их, каждого два крыла покрывали телаик То есть вот они эти крылья, которые друг к другу, они под сводом Вот здесь вот где-то вот этот вот свод В этом виде они по четыре крыла у животных То есть это те крылья, которые соприкасаются друг с другом? Да, под сводом те крылья, которые друг с другом соприкасаются И два крыла еще есть, которые закрывают тело И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум вод многих Как бы глаз всемогущего, сильный шум Как бы шум в воинском стане А когда они останавливались, опускали крылья свои Если мы будем разбирать вот этот образ шум вод многих То мы увидим, что очень часто он соответствует голосу Божьему Голосу Иисуса Христа Шум вод многих Многие воды То есть настолько это громкий голос Это говорит, когда Бог говорит, Он говорит так, что Как это объяснить? То есть мы понимаем это духовное видение Много духов в этом во всем участвует Все ангелы Говорят вместе с Богом Все свидетели говорят вместе с Богом Одна и та же истина, которую Бог произносит И которую мы говорим То есть когда Бог говорит, это шум вод многих Глаз всемогущего, сильный шум То есть когда Иисус Христос, например, говорит какое-то слово И у нас сейчас многочисленное количество свидетелей, которые вторят этому Которые говорят, что да, действительно, аминь, так вот и есть Понимаете, да? То есть шум многих Большой такой То есть очень Что-то очень такое большое, масштабное Хорошо И голос был со свода, который над головами их Когда они останавливались Тогда отпускали крылья свои То есть со свода, где-то над сводом Давайте я вот сейчас вот эту картинку немножечко по-другому нарисую Чуть-чуть так по-другому Вот у нас вот такой свод То есть я его сейчас больше в двухмерной такой проекции Вот у нас четыре, значит, животных Вот у них там крылья Там крыло, здесь крыло И так далее Вот у них колеса эти Колеса у каждого И там еще Да, и вот со свода Со свода идет голос Окей Когда они останавливались Тогда опускали крылья свои То есть у них же здесь еще по одному крылу То есть они на крыльях Перемещаются Когда останавливались, опускают крылья А над сводом, который над головами их Было подобие престола Как бы из камня сапфира Видимо здесь общая с книгой откровений То есть вот у нас середина Над сводом находится вот этот вот Престол Тоже он как сравнивается Сапфиром, да, с драгоценным камнем А над подобием престола Было как бы подобие человека Вверху на нем То есть Как будто бы здесь Человек Подобие человека И видел я как бы пылающий металл Как бы вид огня внутри него вокруг Смотрите, здесь опять же Многократно используют языки В словах как бы Как бы То есть это все не огонь Это не металл Это не буквально Это похоже на это То есть Идет сияние, идет жар Идет вот такая вот Драгоценность какая-то Вот это все сапфиры Тут и так далее Кристаллы И от вида чресла его и выше И от вида чресла его и ниже Я видел как бы некий огонь И сияние было вокруг него То есть Вот Везде вот вокруг Вот это вот сияние Помните В четвертой вот этой главе Там тоже сияние было вокруг Вот Как подобно радуге Было сияние И вот 28 стих говорит В каком виде бывает радуга На облаках во время дождя Такой вид имело Это сияние кругом То есть точно Какой же образ Дает И Езекиил Хорошо То для чего мы прочитали Первую главу книги Езекиил Для того чтобы понять Что речь идет в книге Езекиил О том же самом Объекте Что и в книге Откровений Четыре животных Престол Сияние И так далее Немножечко где-то там Мы видим Образы у нас расходятся Но опять же Из-за того что это Духовное видение То есть Оно может быть Одним увидено так Другим эдак И теперь Если мы понимаем Что речь идет о том же самом Тогда мы можем получить Толкование Что это за четыре животных Потому что Езекиил Он дает на это толкование Десятой главе Давайте мы идем Книга Езекиил Десятая глава Давайте Прочитает у нас Ольга Первый стих только А кому вы сказали? Вам Не да А потом И видел я И вот на своде Который над главами Хирургимов Как бы камень сапир Как бы нечто похожее на престол Видимо было над ними Вот здесь давайте паузу Сделаем Сделаем здесь паузу Над головами Как бы сапфир Вот этот свод Престол Было похоже что-то над ними В этом стихе нам дается название Кто такие эти четыре животных? Они называются Хирургимы Эти четыре животных Хирургимы Давайте мы еще прочитаем Про этих хирургимов Чуть дальше И говорил он человеку Одетому в льняную одежду И сказал Войди между колесами Между колесами Влада я сейчас занят Я сейчас занят пока Хорошо Ничего страшного Я там все поставил нормально Между колесами То есть мы видим Да у этих хирургимов Вот они эти колеса Возьми полные пригоршни Горящих угольев Между хирургимами Вы помните мы рисовали Да то есть Между ними там Горящий огонь И вот там есть уголья Уголья эти символизируют Кое-что Пока что так Держите в голове И брось на город И вошел В моих глазах Хирургимы же стояли По правую сторону дома Когда вошел тот человек И облако наполняло Внутренний двор И поднялась Слава Господня С Хирургима К порогу дома И наполнился Облаком двора Наполнился сиянием Славы Господа Что носит Хирургима Из этого стиха Сияние Господа Они носят Славу Господню Славу Господню Вот что носит Хирургима И сияние его славы Естественно Вот это вот сияние Которое подобно Там по виду Как радуга И так далее То есть сияние Славы Господа Вы помните Чем занимались Эти четыре животных В четвертой Говорят книги Откровений То что они говорили Вы сдавали славу Свят-свят-свят Свят-свят-свят Каждый этот Вот этот шум крыльев Это как Божий глаз То есть Идет слово От Господа Вот мы рисовали Слово идет В разные стороны И так далее И когда он дал повеление Человеку Одетому в льняную одежду Сказал Возьми огня между колесами Между хирургимами И когда он вошел Встал У колеса Тогда из среды хирургимов Один хирургим Простер руку свою к огню Который между хирургимами Взял и дал пригоршню одежду В льняную одежду И видно было у хирургимов Подобие рук человеческих Под крыльями Их помните Да Мы уже это было То есть руки человеческие Вот они были там Под крыльями Хорошо А другой может быть видел Да Четыре крыла И плюс две руки Ну Наша суть То есть мы разбираем Образы животных Мы сейчас понимаем Что это Эти животные Хирургимы То есть мы уже получили На них определенное Определенное толкование Которое дает Библия А не кто-то другой Потому что Есть различные мнения Например Есть мнение Что вот эти четыре животных Это четыре Евангелия Да Или еще Что-то такое Ну то есть Человек фантазирует Когда То возникают различные То есть мы сейчас знаем Что это хирургимы После того Как мы раскрываем образ Что вот эти животные Означают хирургимы Мы можем заглянуть В Библию И сделать контекстный Поиск по всей Библии Для того Чтобы разобрать Что такое хирургимы Чем они занимаются Для чего они служат Как они выглядят И так далее Какая их основная функция И после того Как мы сделаем Такой вот Разбор Мы можем заметить Ряд очень интересных Особенностей Давайте раз уж мы Начали эти хирургимы Тогда мы Наверное С ними сегодня И закончим Итак В книге Изекиль Десятая глава Если мы прочитаем Я вам всем советую Первую Десятую главу Еще раз перечитать Потом после урока Чтобы так вот Посмотреть То есть Хирургимы занимаются тем Что они носят Вот эту вот Божью колесницу Алло Сейчас слышно? Да, да Слышно? Ну хорошо То есть Они здесь носят Божью колесницу Чем еще занимаются Хирургимы? Кто помнит Вообще Вот так вот Из Библии Откуда-нибудь Кто? Артагила Знают Хирургимы? Ой Кто? Хирургимы Помнят А ковчег Это Они были на крышке Ковчега То есть Они стояли Крыльями своими Осеняли Крышку завета Ковчег завета Окей Еще кто помнит Два очень важных Момента Где хирургим Слово используется Ну где используются Хирургимы В Ветхом завете Говорит Не важно В Ветхом завете Сложно Хорошо После того Как Адам и Еву Изгнали Из Эдема Мы знаем Что там используется Хирургим Охраняет Доступ К Дереву Жизни И еще один Очень интересный Текст Про Хирургимов Это Как же она У нас Это Это Езекииль Тоже 28 глава Помните Когда говорится Про Царя Тирского Давайте мы прочитаем Давайте Давайте Прочитаем Потому что Это тоже Очень интересный Момент Что может Произойти С Хирургимом 28 глава Я прочитаю Со второго Стиха Прям Я буду читать Сын Человеческий Скажи Начальствующему В Тире Заметь Не царю Начальствующему В Тире Так говорит Господь Бог За то Что вознеслось Сердце Твое И ты говоришь Я Бог Восседаю На седалище Божьем В сердце Морей То есть Ну ладно Давайте Прочитаем Сначала И будучи Человеком А не Богом Ставишь Ум Твой Наравне С умом Божьим Вот Ты Премудрее Даниила Нет тайны Сокрытой От Тебя Твоею мудростью И Твоим разумом Ты приобрел Себе богатство В сокровищнице Ты свои Собрал Золото И серебра Большой мудростью Твоей И посредством Торговли Твоей Ты умножил Богатство Твое И ум Твой Возгордился Богатством Твоим Зато Так говорит Господь Бог Так как Ты Ум Твой Ставишь Наравне Наравне С умом Божьим Вот Я Приведу На Тебя Иноземцев Люкейших Из народов И они Обнажат Мечи Свои Против Красы Твоей Мудрости И помрачат Блеск Твой Низведут Тебя В могилу И умрешь В сердце Морей Смертью Убитых Скажешь Ли тогда Перед Твоим Убийцей Я Бог Тогда Как в руке Поражающего Тебя Ты будешь Человек А не Бог Ты умрешь От руки Иноземцев Смертью Необрезанных Ибо Я Сказал Это Говорит Господь Бог И было Ко мне Слово Господнее Сын Человеческий Плачь О царе Кирском Скажи Ему Так Говорит Господь Бог Ты Печать Совершенства Полнота Мудрости И венец Красоты Ты Находился В Едеме В саду Божьем Твои Одежды Были Украшены Всякими Драгоценными Камнями Рубин Топаз И алмаз Хризалит Оникс Яспис Сапфир Ла-ла-ла Там все такое Искусно усаженное У тебя в гнездышках Нанизанное На тебе Приготовлено Было В день Сотворения Твоего И ты был Помазанным Херувимом Чтобы осенять Я поставил Тебя на то Обращение Идет К духу Который Дух Человеческий Который Ставит Себя Наравне С Богом Ум Человеческий Ставит Наравне С Богом Фактически По мнению Многих Толкователей Вот этого 28 главы То есть Обращение Идет К дьяволу Потому что На это Говорит Ну во первых То что он Находился В Едеме Об этом Говорит То что он Воссядет И будет Говорить Что я Бог Будет Себя Выдавать И мы знаем Что этим Будет Заниматься Да Антихрист То есть Сын погибели Человек Греха Человек Опять же Греха То есть Это Человеческий Ум Это Человеческий Какой-то Разум И мы знаем Что это Сила Беззакония Она уже В действии То есть Сейчас Существует Тенденция К тому Чтобы люди Ставили себя Наравне С Богом То есть Говорили Что это Мы тут Придумали Все эти Законы И так Дали Что мы Все такие Умные Бога Нет Я Бог И так Однако Вот этот И смотрите То есть Этот Дух Он Свою Богатство Приобретает Самостоятельно Не Бог Ему Дает Свою Мудрость Он Приобретает Самостоятельно Не Бог Ему Дает То есть Это Вот Так Вот Знаете Дух Человеческий Когда Человек Хочет Какую-то Свою Славу Приобрести Знаете Ну то есть Это Какой-то Апогей Человеческой Мудрости То есть Вот к этому Духу Видимо Идет Идет Текст И Бог Говорит Ты был Помазанным Херувимом Чтобы Осенять То есть Чтобы Осенять Это Тень Давать Что-то Закрывать Что-то Скрывать Помните Чем Занимаются Херувимы Они Скрывают Своими Крыльями Свои Тела Да Над Крышкой Завета Ковчег Ковчега Они Осеняют Тень Дают Скрывают Как бы Там Что находится Внутри Да Слава Вот Эту Божью Два Херувима Помните Было Изображено На Завесе Святой Святых В скине Были Вышитые Два Херувима То есть Они Осеняли Они Закрывали Вход Вот Туда В самое Святое Святых То есть Это Как Символ Того Что Скрывается Что Они Должны Скрывать Что-то Скрывать Божью Славу Как-то Вот Ее Защищать Там Я не знаю И так Далее Они Херувим Скрывает Например Путь К Дереву Жизни В Едеме То есть Вот Его Задача Вот И смотрите Что произошло Дальше Вот с этим Херувимом Из Иезеки 28 глава Ты совершен Был в путях Твоих Со дня Сотворения Твоего То есть Это творение Это не творец Доколе Не нашлось В тебе Беззаконие От обширности Торговли Твоей Внутренняя Твоя Исполнилась Неправда И ты согрешил И я Низвернул Тебя Как Нечистого Осеняющей Из среды Огнистых Камней От красоты Твоей Возгордело Сердце Твое От тщеславия Твоего Ты погубил Мудрость Твою Зато Я поверну Тебя На землю Перед царями Отдам Тебя На позор Множеством Беззаконий Твоих В неправедной Торговле Твоей Ты Осквернил Святилище Твоей Я Извлеку Из среды Тебя Огонь Который И пожрет Тебя Народов Изумяться О Тебе Ты Сделаешься Ужасом И не Будет Тебя Великим Вот Такое Послание К Херувиму И мы Видим Отсюда Несколько Интересных Моментов Что Херувимы Обладают Конкретно Этот Херувим Человеческим Разумом Человеческой Какой-то Мудростью Вот Эти же Херувимы Они Идут Туда Куда Дух Хочет Куда Бог Говорит Вот Они Туда Идут А этот Херувим Он Наоборот Захотел Сидеть На месте Бога Ставил Свой Ум Наравне С Умом Божьим Хорошо Хорошо Почему Четыре Херувимы Еще есть Один Интересный Момент В книге Второй Паралипоменон Давайте Попробуем Открыть Буквально Три стиха Мы прочитаем Оттуда Второй Паралипоменон Третья Глава Третья Глава Из Одиннадцатого Стиха Я прочитаю Попробуем Нарисовать Видно Камеру Или Опять Выключилось Видно Ну Хорошо Рисунка Не Я Не Вижу Вообще Да Я Извиняюсь Да К сожалению Я записываю Если что Видео Я выложу Видео Там будет Рисунок В хорошем Качестве Так Давайте Попробуем Нарисовать То есть Мы знаем Что Херувимы Находились На крышке Ковчега Завета Два Херувима Находилось И были Вышитые Херувимы На скине Также Очень Интересный Момент Как Соломол Обустроил Храм И там Он также Использует Изображение И Символ Херувима Итак Я читаю Второй Паралипоменон Третья Глава С десятого Стиха И сделал Он Кто он Соломон Во Святом Святых Двух Херувимов Резной Работы Итак Речь идет Вот Святой Святых Храма Вот Здесь Вот У нас Сам Храм Вот Внутри Святой Святых Вот У нас Завеса Итак Значит Святом Святых Двух Херувимов Резной Работы И покрыл Их Золотом Крылья Херувимов Длиною Были В двадцать Локтей Все Четыре Крыла Одно Крыло В пять Локтей Касалось Стены Дома Вот Одно Крыло Значит У нас Херувим Так Мы его Нарисуем Так Вот Одно Крыло В пять Локтей Касалось Стены Дома Другое Крыло В пять Локтей Сходилось С крылом Другого Херувима Помните Вот Эту Конструкцию Где Крылья У них Сходятся Друг С Другом Да Да Чем Да Да, то есть там у четверых, здесь пока у двоих. С крылом другого херуима. Равное крыло другого херуима в пять локтей, то есть вот пять локтей, пять локтей, пять локтей, всего 20 локтей на крыльях. Равное и крыло другого херуима в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херуима. То есть вот у нас такая вот картинка внутри святого святых Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей И они стояли на ногах своих лицами своими к храму То есть вот их лица к храму Вот храм Окей И сделал завесу из яхонтовой, пурпурной и багряной ткани Из весоны и изобразил на ней херувимов То есть вот на этой вот завесе также есть изображение херувимов Так И сделал пред храма два столба длинную по 35 локтей И копитель и так далее И сделал цепочки И все это мы сейчас пока проматываем, потому что мы изучаем херувимов только То есть вот Следующий момент, когда Когда они внесли ковчег завета туда То есть вы понимаете, это у нас святой святых Туда у нас вносится ковчег завета Третья книга Царств Давайте откроем восьмая глава Вы знаете, да, что третья книга Царств и вторая про Липоменон Говорят об одних и тех же событиях временных Восьмая глава, шестой, восьмой стихи Так, давайте я с третьего стиха буду читать Третья Царств, вторая, восьмая глава С третьего стиха И пришли все старейшины израилевы И подняли священники ковчег Видите здесь слово старейшины, да? Ковчег присутствует, херувимы И понесли ковчег Господень и скинию собрания И все священные вещи, которые были в скинии И несли их священники и левиты Царь Соломон и с ним все общество израилево, собравшегося к нему Шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота Которых невозможно исчислить и определить по множеству из них То есть они приносят жертвы, несут вот этот вот ковчег завета и так далее И внесли священники ковчег завета Господня На место его вдовир храма Да, вот сюда вот они внесли Во святое святых под крылья херувимов Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега И покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его То есть вот шесты, скажем так, вот я опять трехмерную табличку, картинку такую рисую Под ковчег И вот здесь вот сидят еще, помните, два херувима На крышке ковчега завета Получается четыре херувима В итоге да, четыре херувима получается И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были и святилища пред довериям То есть вот эти вот головки, вот они Ну отсюда даже вот торчали, видны были То есть вот мы получаем примерно ту же самую конструкцию Четыре херувима, скажешь с стороны, да Ковчег завета Над ними слава Господня появлялась Помните, да, над херувимами появлялась слава Господня в скине святой святых Если не помните, потом это будем еще проходить Это большая очень тема, как бы сразу так все сложно хватить Но тем не менее, попробуем То есть вот это устройство святой святых Видите ли вы параллели с тем, что видит Иоанн в Откровении 4 главе Он видит ту же самую картину Четыре херувима Сияние славы Престол То есть он находится в небесном святом святых Понимаете? И кроме Иоанна, там находится в этот момент 24 старца И мы уже с вами разговаривали, что 24 старца символизируют у нас верующих людей И 7 духов божьих там находятся, которые суть 7 церквей Понимаете? Помните вот этот момент? То есть в святой святых никто не мог входить до определенного момента Туда мог входить только первосвященник и только с кровью животных Вот Если вы прочитаете послание к евреям, 9 глава, да? Давайте мы прочитаем И на этом мы закончим уже наш сегодняшний урок Это будет последняя ссылка Послание к евреям, 9 глава Давайте я прям вот с первого стиха прочитаю Быстренько мы прочитаем еврея, 9 глава И первый завет, первый завет, то есть до Христа Имел постановление о богослужении и святилище земное Вот которое строил Соломон святилище Ибо устроена была скиния первая В которой был светильник и трапеза и предложение хлебов Которая называется святое Вот это здесь находилось За вторую же заветцию была скиния, называемая святое святых Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета Где были золотой сосуд с манной, жезл, а аронов расцветшие и скрижали завета То есть что находилось в ковчеге завета? Три предмета Манна, жезл аронов и скрижали завета Все три имеют символическое значение Мы потом с вами их разберем А над ним, над этим ковчегом завета Херувимы славы, осеняющие очистилище Как называется в этом стихе скиния святое святых? Как она называется? Вот это вот слово Очистилище То есть здесь происходит очищение О чем мне нужно теперь говорить подробно При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови Которую приносит за себя и за грехи неведения народа То есть священник заходит туда Грех неведения, люди не знают о Боге ничего толком И заходит он туда только с кровью То есть за него должна быть принесена жертва, потому что он как греховный не может подойти к этому святилищу Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния Она есть образ настоящего времени То есть вот эта земная скиния, это был образ настоящего времени То, что происходит сейчас Что происходит сейчас, например Приносятся какие-то дары, жертвы Богу, какие-то там богослужения и так далее Я знаю, я знаю Но они не могут сделать в совести совершенным приносящего То есть, что бы люди ни делали, они не могут получить вот эту вот белую одежду Они не могут получить святость и так далее И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти Установлены были только до времени исправления То есть вот все вот эти вот ритуальные обряды Все вот эти вот какие-то жертвоприношения и так далее То есть это было лишь подобие Установлено было только до времени исправления В определенный момент произошло исправление Но Христос, первосвященник будущих благ Придя с большую и совершеннейшую скинию Нерукотворенную С духовную, да, то есть скинию То есть не такого устроения И не с кровью козлов и тельцов Но со своей кровью Однажды вошел в освятилище И приобрел вечное искупление То есть где Иисус Христос сейчас находится? Он находится в духовной вот этой скинии Которую видел Иоанн в 4 главе Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел Телится через окропление Освящает оскверненных, дабы чисто было тело То кольме паче, кровь Иисуса Христа Который духом святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел То есть что очищается? Очищается наша совесть То есть это опять же совесть, духовное понятие И он есть ходатай нового завета Дабы вследствие смерти Его бывшей приступления от преступлений При первой завете призванные к вечному наследию Получили обетование Так, сейчас еще одну секундочку Итак, образы небесного Должны были очищаться сими То есть вот это вот земные храмы Они должны были очищаться там кровью Вот этих козлов и так далее Но это все храмы были лишь образы небесного 23 стих Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище По образу истинного устроен Но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас Пред лицо Божие Там Бог сидит, да? Вот Хорошо Давайте мы на этом остановимся То есть Христос находится Вот это вот то, что он видит Иоанн в 4 главе Он видит Скинию, он видит Присол, он видит Херувимов Он увидит там же Иисуса Христа самого Агнца Там будут находиться и ангелы, и старцы, и так далее Помните вот этот момент, в какой разорвалась вот эта вот завеса в Скинии в Святое Святых? Когда Иисус умер Да То есть в тот момент, когда Иисус Христос умер Вот эта вот преграда между Богом и людьми Она была разорвана Потому что заключился Новый Завет Люди, человек сейчас Верующий человек, получивший Он имеет дерзновение к тому Чтобы претендовать на то, что он с Богом Понимаете? Он имеет вот эту вот одежду Он может говорить, я праведный Вот если бы без крови Иисуса Христа Разве я могу назвать себя праведным? Да я вообще последний из грешников Столько уже грехов, что нет Или может быть я царь какой-то Или может быть там священник, там Богу и так далее То есть нет Только благодаря вот этому Завету Хорошо Я не знаю, насколько, конечно У нас получилось Немножечко вот эти вот образы пораскрывать Насколько это все понятно Еще раз я говорю, что книга Откровение Очень сложная книга Очень нужно много что смотреть Мы только лишь какую-то часть открыли Я вам советую всем Сделать контекстный поиск по Библии Слово Херувимы Поискать, посмотреть все-все-все ссылочки Которые есть на тему Херувимов Кто такие? Чем занимаются? Как? Прочитайте еще раз первые и десятые главы книги Езекииль Для того, чтобы тоже немножечко узнать о Божьей колеснице То есть что она символизирует, как вот Бог перемещается Также вы увидите, что многократно в Псалмах, например В Псалмах используется вот этот вот момент Например, Псалом 17, да, 11 главу И воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра И мрак сделал покровом своих, сенью свою вокруг себя Ну то есть используется вот этот вот образ, да Псалом 79 Пастор Израиля в немли, водящий, как овец Иосифа, выседающий на Херувимах, яви себя То есть Бог выседает на Херувимах Псалом 98 Господь царствует, да трепещут народы Он выседает на Херувимах, да трясется земля То есть это вот Херувимы носят славу Господню Во всех четырех направлениях Причем с молниеносной скоростью они перемещаются Написано, как молнии они перемещаются И они все видят Исполненное очей Это духовная колесница Хорошо, друзья На этом мы закончим Субтитры делал DimaTorzok